Привет, дорогие друзья, снова с вами Замерус. Всё, это последний рейтинг по Battlefield 1, и я наконец-то свободен! Сегодня я представлю вашему вниманию свой рейтинг от худших к лучшим сайдармов Battlefield 1. И по традиции, друзья, напишите, какой сайдарм вы считаете худшим, а какой лучшим. И да, сразу скажу, что большинство футажей записал мой хороший подписчик Мид, который топ-1 в мире на калибре. Огромное ему спасибо за помощь в создании этого видео. Для тех, кто не в курсе, он просто решил попробовать, каково это, быть ютубером и записывать пистолеты на обычных серваках. Спонсором у нас сегодня выступает магазин Pneuma24. В нём всегда в наличии огромный ассортимент стреляющих товаров, которые свободны к продаже всем лицам с 18 лет, а именно. Пневматические пистолеты и винтовки, охолощенное оружие, ну это как настоящее, просто стреляет специальными патронами. Огромный выбор страйкбольного оружия и аксессуаров к нему. Ну и средства для самообороны, которые остановят любого хама. Для получения скидки переходите по ссылке в описании к этому видео и не забудьте промокод, его вы видите на своих экранах. 25 место. Хоудах. Только не бейте меня. Но этот пистолет мне никогда не нравился в Battlefield 1, так как у него малый боезапас и любая перезарядка длится 3,3 секунды. Он не прощает промах и как запасной вариант не так хорош, как другие пистолеты. Но стоит отметить, что на дистанции до 10 метров он убивает с двух выстрелов. Для штурмовика у него мало патронов, так как ситуации со встречи вражеского отряда много, а он не подойдет для таких вещей. Кстати, если бы в игре была бы версия свипер с дробью из CTE, то Хоудах бы попал бы в первую тройку. 24 место. Бульдог. Отличный револьвер, который убивает с двух выстрелов, при этом имеет высокий темп стрельбы в 257 выстрелов в минуту. Проблема одна. Это перезарядка по одному патрону. Это единственный момент, который полностью убивает приятную игру с этим револьвером. 23 место. Наган. Неплохой револьвер, который убивает с трех выстрелов, но в отличие от Бульдога обладает более высоким минимальным уроном. 23 против 13. Из-за этого он стоит выше, но, к сожалению, револьвер не так эффективен, как другие револьверы в Баттлфилд 1. 22 место. Бадео. 18,89. Это компромисс между Наганом и Бульдогом. У Бадео нормальный максимальный урон, который позволяет убивать с двух выстрелов, и относительно лучше минимальный урон. 17,5. Но проблема такая же, как у Нагана и Бульдога. Перезарядка по одному патрону. Это красиво, но неэффективно для результативной игры. 21 место. Отличный пистолет, который стоит денег. 19,11. А1. Это обычный 19,11 с новым названием и уникальным скином. Чтобы его получить, вам нужно предзаказать Баттлфилд 5. После выхода пятерки, если его не раздадут, то он станет одним из самых редких стволов Батлы. 20 место. Отличный пистолет, который стоит денег. 19,11. Это обычный 19,11 с новым названием и уникальным скином. Чтобы его получить, вам нужно купить Баттлфилд 1 Дайс Эдишн. Так, я не понял, что происходит. Я вроде это читал. А, нет. Ну, текст другой. Знакомый, но вроде другой. 19 место. Отличный пистолет, который стоит денег. 19,11 адских бойцов. Это обычный 19,11 с новым названием и уникальным скином. Чтобы его получить, вам нужно купить солдатский набор. Да что это за хер... Достаточно просто применить Капидайс. Вуаля! Готово! Одна винтовка в игре. Капидайсы их 21. Одна клёвая игра по соседам. Капидайсы. Каждый год люди выбрасывают деньги на помойку. Как вам удается производить игры каждый год? Так и мы используем Капидайсы одними из первых. Вы посмотрите, у меня была таки одна. Call of Duty теперь их целых 15. У девушки две дырки. Капидайсы больше нет, девушки. Сплошные дырки. Надоело мыть посуду? Что это сейчас было? Ну ладно. 18 место. Mauser C96. Пистолет медика, который перезаряжается обоймами. В целом нормальный пистолет. Особых претензий кроме перезарядки у меня нет. Красивый и мамасный. Но с ним бегать я не собираюсь, так как есть пушки поинтереснее. 17 место. C93. Это по факту М1912 с нормальной перезарядкой, темпом стрельбы в 360 выстрелов в минуту. Но с уроном 26,5. И в этом главная проблема. Этого безумно красивого пистолета. На 17 место он влетел только из-за урона и визуальной отдачи. Визуальная отдача просто вымораживает. Вроде пули летят ровно, но пистолет летает по всему экрану. 16 место. Миротворец. Самый мучительный ствол по андлоку за всю историю батлы. Во многом это вариация гайсера. Чуть быстрее стреляет и главная фишка это анимации, которые крутые только первые две минуты. А потом они начинают вам мешать. При этом их никто не видит кроме вас. Но они вам будут мешать не только потому, что у вас летает пистолет перед лицом, но и из-за задержки перед стрельбой. В целом неплохой револьвер, который не стоит всех мучений. 15 место. М19-12. Пистолет поддержки. Он лучше С-96, так как при схожем уроне 30 у 19, 12 и 28. У С-96 он стреляет гораздо быстрее. Темп стрельбы 360 выстрелов в минуту. То же самое как и у С-93. Но у него урона больше. Этот темп стрельбы очень высокий для такого урона, но проблемы в перезарядке. Она может подвести в критические ситуации. 14 место. Гассер огромный адский револьвер. Да, его проблема это очень низкий темп стрельбы в 180 выстрелов в минуту и перезарядка по одному патрону. Но есть пару интересных фишек. Если зажать кнопку огня, то он стреляет автоматически. Очень странное дизайнерское решение DICE. А вторая фишка это дистанция максимального урона. 22 метра. Вы убиваете с двух выстрелов до 22 метров. Для БФ-1 это очень много. Отличный револьвер с хреновой перезарядкой. 13 место. Револьвер номер 3. Стал бы идеальным револьвером, если бы не темп стрельбы в 163 выстрела в минуту. Медленный, но зато перезаряжается спидлоудером. Вы не представляете, как приятно об этом говорить. Он нормально перезаряжается. Эффективный револьвер, который медленно стреляет. Он один из неплохих вариантов для всех классов. 12 место. Берета М1915. Маленький и слабенький пистолет с бешеным темпом стрельбы в 450 выстрелов в минуту. Урон 26,5. А скорость перезарядки от 1,5 до 2 секунд. Главная фишка пистолета – скорость смены оружия. Прекрасная палка-добивалка. 11 место. Фромер Стоп. Все то же самое, но тактическая перезарядка уже отнимет у вас 1,25 секунды. 10 место. Бескурковый 19,03. Все то же самое, но уже полная перезарядка займет у вас 1,7 секунды. Адски быстрая перезарядка. И 9 место. М1914. Все то же самое, но уже полная перезарядка займет 1,4 секунды. Идеальный пистолет из всей этой группы. Копидайс во всей красе. 8 место. Пистолет Марс. Это пистолет, на котором статистически базируется наган. Такой же урон 40-23, такой же темп стрельбы 200 выстрелов в минуту. Отличие только в перезарядке и плюс больше патронов. Не 7, а 11. На мой взгляд для снайпера слишком медленный пистолет. Я обычно беру Фромер Стоп. Плюс скорость смены на Марс очень долгая. Поэтому только 8 место. 7 место. МЛЕ 1903. Мой любимый пистолет. Высокий урон 30-15. Темп стрельбы в 360 выстрелов в минуту. Но проблема у этого пистолета одна. Перезарядка. 2 секунды займет тактическая и 2,7 полная. Это долго и иногда подставляет. Но в целом пистолет идеально подходит для роли палки-добивалки. Крепкий такой средняк. 6 место. П-08 Люгер. Примерно похож на МЛЕ 1903 за исключением темпа стрельбы. Который всего 300 выстрелов в минуту. Но при этом у вас очень быстрая перезарядка. А также у него бесит визуальная отдача. Она в стиле С-93. 5 место. Авторевольвер. Один из лучших револьверов. Убивает с двух выстрелов на короткой дистанции. Высокий темп стрельбы 225 выстрелов в минуту. Перезарядка спидлоудера. Как такой револьвер можно испортить? Да легко дать его только медику. Медики, вам везет, у вас лучший револьвер в игре. 4 место. Марк 6. Чуть хуже авторевольвера, но зато доступен всем класс. Стреляет медленнее. Авторевольвера темп стрельбы 200 выстрелов на мокру. Но перезарядка чуть быстрее. 2,8 секунды. Если нужен револьвер, то нужно брать марчок. 3 место. Единственная снайперская винтовка с ваншотом на короткой дистанции без свитспота. Обрез винтовки Мосина. Главная MLG-тащилка в игре. Дико эффективная штука, которая одновременно скиллозависима, но при этом фановая. Один из моих любимых сайдармов. 2 место. Самый недооцененный и самый скиллозависимый сайдарм за всю историю батлы. Калибри. И это не рофл. Я абсолютно серьезно. Вы сделаете хотя бы 140 киллов из него, и вы поймете, насколько это отличный сайдарм для агрессивного снайпера с Виталией или Генри. Он требует от вас понимания поля боя и очень прямых рук. Каждое убийство реально приносит вам удовольствие. Так как вы убили самого слабого ствола за всю историю батлы. Да какой там 0.8, 18, А10 и все эти true MLG стволы, когда есть калибри. Если вы хотите доказать свою крутость, то лучше калибри ствола в игре нет. Ну и первое место. 19-11 обычный и с глушителем. Почему они вместе? Так как они одинаковые, отличается только звук. Глушитель никак не влияет на характеристики, а стрельба без глушака вас не палит на рода. Чем крут 19-11? Очень высоким уроном. 35-15. Быстрой перезарядкой. 1,2 секунды тактической и 1,7 полная. При этом у вас темп стрельбы 300 выстрелов в минуту. Идеальное оружие в любой ситуации. Используйте вы его как основное оружие или как палку-добивалку. Неважно, он одинаково хорош. Вот такой вот странный рейтинг сайдармов у меня получился. Большое спасибо, дорогие друзья, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Многие идут не своим годом, после отсрочки. Так что ты сначала... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok